Подели, дели, дели, цену по четвертям, подели, не откладывай сразу, купи, подели, дели, дели. С подели от Альфа-Банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру Где-то в середине осени мы с вами собираемся, чтобы обсудить новую линейку синих процессоров. В этот раз свершилось чудо, сразу три поколения Intel на одном сокете. Такого не было со времен легендарного 775-го. Если в десктопах AMD рефрешами не балуются, то вот Intel плотно на них подсела со времен вечного Скайлейка. Да, 14-е поколение не новое. Это апдейт 13-х Рапторов. Но плохо ли это? Есть увеличение количества ядер и частот, улучшили температурный режим. Получается, Intel завершила жизнь 1700-го на позитивной ноте. На связи МК. Сегодня разбираемся, зачем появились на свет Intel Core 14-го поколения. Поехали. Чем вообще интересен сокет LJ 1700? Он ознаменовал окончание 14-нм застоя Intel, продлившегося больше пяти лет, благодаря которому и расцвели AMD Ryzen. 12-е поколение Core можно смело назвать самым крупным апдейтом со времен легендарных процессоров Sandy Bridge 2-го поколения. Intel 1-й показала большие и малые ядра на архитектуре x86, 1-й выпустила платформу с поддержкой DDR5 и PCI Express 5.0. И именно в Elder Lake мы увидели синие процессоры с числом ядер больше 10, а также обновленную интегрированную графику. И при этом всем Intel не забывала про базовый сегмент. Новейший LJ 1700 получил поддержку народного стандарта памяти DDR4. Да и дешевых двух- и четырехъядерных CPU под него хватает. Так что 12-е поколение Core стало действительно огромным шагом вперед для Intel, который позволил компании одним махом догнать, а где-то и даже перегнать AMD с их Ryzen. Разумеется, полностью без проблем не обошлось, старшие i7 и i9 отличаются серьезным жором, но в целом Intel удалось вернуться в процессорную гонку и задать жару красным. Поэтому неудивительно, что 13-е поколение оказалось достаточно минорным. Все-таки выдавать серьезные инновации раз в год сложновато. Но все еще апдейт был интересным. Например, большие ядра у Core i5 и выше получили новую архитектуру и неплохой буст частоты в 300-400 МГц, что позволило Raptor Lake бить рекорды одноядерной производительности. Малые ядра не изменились, но их стало больше, так что старшие i9 могли похвастаться в сумме 24-мя кокосами, и даже младшим i5 отсыпали 4e Core. И при этом в Xiaomi обновленные процессоры отлично работают на старых платах 600-й серии и поддерживают DDR4 память. Короче говоря, 13-е поколение вполне полноценное. Язык не поворачивается назвать его рефрешем Elder Lake. И после его релиза многие подумали, что на этом Intel поставила жирную точку в конце жизненного пути LJ 1700, ведь на протяжении больше 10 лет компания строго придерживалась формулы два поколения процессоров на один сокет. Так что слухи о подготовке синим чипмейкером 14-го поколения под LJ 1700 восприняли как очередную победу конкуренции в борьбе с жадностью. И даже последующая информация о том, что это будет рефреш, не сильно испортила картину. Многие помнят Core 9-го поколения, которое было рефрешем 8-го, но принесла и припой под крышку, и новую линейку i9 с двумя дополнительными ядрами, и разумеется буст частот. Начнем с официального анонса, который сходу насмешил. По классике нам показали только топовые процессоры с индексом K, то есть с возможностью разгона. Более простые версии, скорее всего, выйдут в 2024 году. Тут ничего нового, что Intel, что AMD уже привыкли снимать сливки с богатых, которым не терпится первыми прикоснуться к эмейзингу. В этот раз нам наобещали повышенную частоту у всех линеек на пару сотен МГц, это стандартный подход для рефрешей. Накинули 4 малых ядра и, соответственно, кэша третьего уровня, правда, только для Core i7. У i5 и i9 все без изменений. Осталась поддержка старых чипсетов 600 и 700 линейки, спасибо тут хоть не выкатили 800-ю. Подросли частоты ОЗУ, теперь DDR5 8000 и выше, что уже давно доступно и на 13-м поколении. Ну и под конец, на волне искусственного интеллекта, Intel представила две новые фичи. Это оптимизатор приложений под названием Oppo и умный разгоняльщик XTU AI Assist. И вот на этом остановимся подробнее. По словам Intel, Oppo вместе с директором потока может поднять производительность в играх на ощутимые 10-15%. Отличный результат, но тут есть нюанс. Информация об этих играх должна быть прописана в политиках Dynamic Tuning Technology. И это намекает на то, что часть игр просто некорректно работает с разноядерной архитектурой, что заставило Intel руками прописать костыли для этих проектов. С одной стороны, спасибо хотя бы за такой фикс, с другой это заставляет задуматься, а сколько еще проектов сходит с ума от больших и малых ядер. Отличный пример того, как сначала компания создала себе проблему, а потом героически ее решает. Но еще больше удивляет механизм XTU AI Assist. Мы уже много раз говорили о том, что разгон умер. В нем буквально нет никакого смысла. Минимальный прирост производительности за счет бешеного тепловыделения. А 14-е поколение это рефреш 13-го, причем на том же степпинге, то есть с таким же качеством кристаллов. Поэтому более высокая частота обновленных процессоров была получена дополнительным подъемом напряжения и тепловыделения. Фактически еще большим разгоном с завода. И это при том, что Raptor Lake из коробки и так очень горячие. На фоне всего этого возникает вполне логичный вопрос. А куда гнать дальше? Добавим еще 100 МГц за 50 Ватт? В случае с LJ1700 андервольтинг гораздо эффективнее разгона, что мы показали в одном из прошлых роликов. Было бы куда логичнее, если бы AI Assist помогал не гнать процессор, а наоборот урезать аппетиты ценой минимальной потери производительности. Но Intel уже давно с головой ушла в маркетинг, поэтому умный разгоняльщик скорее всего останется фичей ради фичи. И реально воспользоваться им смогут разве что полтора пользователя кастомных водянок. Ну и вишенка на торте, о которой Intel решила скромно умолчать на своих слайдах, новым процессорам разрешили греться аж до 115 градусов. Что должно позволить им удерживать более высокие частоты в условиях теплового троттлинга, который по умолчанию на 13-м поколении наступает при сотне градусов. И решение поднять лимит троттлинга до 115 в это вполне логичный шаг. Прошлый Raptor Lake и так крайне горячие процессоры. У нас 16-ядерный i7-13700K в стресс-тестах моментально упирался в 100 градусах при потреблении свыше 250 ватт под неплохой двухсекционной водянкой. А теперь вспоминаем о том, что во всех линейках кроме i7 единственное изменение у рефреша это лишь чуть-чуть повышенные частоты. Поэтому так как ни степпинг, ни архитектура не поменялись, при недостаточном охлаждении разница между аналогичными решениями 13-го и 14-го поколений будет равна нулю, так как упор будет именно в температуру. 115 градусов даст большую дельту нагрева и позволит новинкам буститься сильнее и отрываться от физически точно таких же CPU предыдущего поколения, но запертых при меньшей температуре. Только вот какой ценой? Не просто же так больше 10 лет назад процессоры и Intel, и AMD имеют потолок в 100-105 градусов. Лимиты начали расти во времена рефрешей Skylake, когда синие тихо повысили его до 110 градусов. Но вот 115 это новый антирекорд, который больно ударит по надежности новых процессоров на долгосрок. Многие химические процессы ускоряются при повышении температуры. Это касается и процессоров, в которых под действием тока происходят процессы электромиграции. Не буду глубоко вдаваться в физику работы транзисторов, у нас есть целых два ролика про физику и про логику. Скажу лишь, что этот процесс делает кремниевые чипы со временем менее стабильными. Именно из-за электромиграции происходит деградация процессоров и видеочипов, из-за чего они со временем перестают держать даже родные частоты. И чем выше температура кристаллов, тем быстрее происходит химия и тем быстрее чип потеряет стабильность. А если учесть, что Intel пришлось накинуть не только 15 градусов, но еще и напряжение, чтобы чипы на той же архитектуре держали чуть более высокие частоты, есть шанс, что проблемы на 6 ГГц начнутся достаточно быстро. И возможно инженеры в комментариях скажут, что Intel конечно же просчитала все риски. Но давайте еще раз. 14-е поколение с точки зрения схемотехники никак не отличается от 13-го. Поэтому компания специально пошла на понижение срока службы своих новых камней, лишь бы выдавать в бенчмарках чуть-чуть побольше баллов. Ну а если после стечения гарантийного годового срока у пользователя начнутся проблемы со стабильностью, это очевидно уже будет проблема самого пользователя. Да и кто вообще сейчас думает о последствиях на целый год вперед. Поэтому наш совет, не играйте с температурой, не стоят несколько процентов производительности жизни вашего процессора. Лучше сделайте андервольтинг, мы об этом уже говорили. И на такой радостной ноте давайте завершим теорию и наконец-то перейдем к изучению тестов. Подели, дели, дели, цену по четвертям. Подели, не откладывай сразу, купи. Подели, дели, дели. С Подели от Альфа-банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру. Для начала давайте еще раз посмотрим на официальные слайды Intel. И первое, что бросается в глаза, а где полноценное сравнение 14-го поколения с 13-м? Ведь всегда, когда представляют новый продукт, его сравнивают со старым. Единственный график синих, и это неудивительно, связан только с Core i7. Здесь прирост у рефрешей неплох, порядка 10-15% относительно обычных рапторов. И аж до 60-ти, если сравнивать с Elder Lake. Но тут никакой магии. Если i7-12700K имел 8 больших и 4 малых ядра, то у 13700K малых ядер уже 8, а большие получили новую архитектуру и буст частоты. У 14700K ядер уже 12, да и частоты еще чуть-чуть подросли. Этого вполне достаточно, чтобы объяснить прирост в десяток процентов. А вот аналогичных сравнений с i5 и i9 нет. И, конечно, это не потому, что разница между поколениями здесь лишь в пару сотен МГц, что при частотах выше 5 и ГГц накинет даже в теории не больше 3-4% производительности. Просто Intel решила не грузить вас лишней информацией. Еще один любопытный момент в сравнении с Ryzen. Синяя компания активно делает упор на игры. Совпадение? Нет ли мы видели в провальном 11-м поколении, которое не смогло похвастаться ничем, кроме высокого однопотока, который играм как раз и нужен? Да нет, какой-то бред. Intel же не повторяет своих ошибок. Но если серьезно, сами игровые слайды вызывают массу вопросов. Показана разница в несуществующей CSGO. Понятно, что сравнения были проведены заранее, но вторая часть контры вышла уже пару недель назад, и за это время можно было обновить результаты. Или может быть дело в том, что в обновленной контре Ryzen с 3D кэшем оказываются лучше? Ну или, например, на официальных картинках 14-е поколение оказывается почти на 10% быстрее Ryzen 7000 в шестой цивилизации, хотя на деле эта игра очень любит многопоток, и поэтому отдает предпочтение 16-ядерным ряженкам. В общем, типичные маркетинговые слайды. Поехали смотреть настоящие тесты. Быстренько пробежимся по флагману. i9-14900K, 8 больших ядер, 16 малых, частота до 6 ГГц и теплопакет в 125 Вт. Это почти полный клон 13900KS. У того все то же самое, только теплопакет немного повыше, 150 Вт. Но, как мы знаем, все эти цифры взяты с воздуха. На деле, что Intel Core, что Ryzen под полной нагрузкой всегда выходят за рамки официальных Ватт. Разница с 13900K целых 200 МГц, что в теории может дать аж 3% производительности. И это подтверждают тесты. Оно и понятно, физику и математику даже Intel обмануть не под силу. В большинстве тяжелых рабочих тестов, таких как SignBench или Blender, отрыв 14900 от 13900 не превышает и пары процентов. Больше всего она в задачах, которые имеют упор в одном поток. Но и там речь идет в лучшем случае о 5-7%. Отличный прирост за поколение. Что касается потребления, то тут без сюрпризов. До 400 Вт в стресс-тестах со снятыми лимитами. 11900K передает привет. Причина тут понятна. Лишние пару сотен МГц были получены фактически разгоном на заводе путем дополнительного повышения напряжения, что и вылилось в рост потребления на 30 Вт. Стоило ли оно того, если даже у топовых обзорщиков с кастомными водянками 14900K нередко упирался в сотню градусов? Вопрос, конечно, риторический. Ладно, Intel в рефрешах упирает в игры. Может быть тут магия искусственного интеллекта позволит 14900K удивить. Но, увы, в тестах при разрешении 720p, чтоб с RTX 4090 был гарантированный упор в процессор, новый флагман компании обыграл 13900K на целых 1,4%. Невероятно. Особенно на фоне того, что гораздо более дешевый холодный восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D оказывается на 5% быстрее. Но, может быть, тут поможет новый умный разгон? Работает он следующим образом. iAssist запускает на целых 30 секунд тест Link Pack, после чего немного думает и выдает результаты. И, с одной стороны, о какой стабильности может идти речь при таком малом времени тестирования. Но, с другой, взглянув на тесты, можно только удивляться способности Intel выдавать ничего за великолепный результат. Да, формально нейросетка предложила повысить частоты больших ядер на 200 МГц, не трогая напряжение. Приятный, хоть и едва ли заметный на практике, бонус. Но при этом, iAssist также предлагает включить троттлинг при достижении 80 градусов, который сбросит частоту на те же 200 МГц. С учетом того, что 14900К греется выше 80 градусов в большинстве рабочих задач, прироста в них не будет буквально никакого. Да и в играх лишние 200 МГц, как мы уже убедились, дадут в лучшем случае 1% FPS. Так что умный разгон оказывается полностью бесполезным. В итоге, с флагманом у синих и в этом поколении как-то не срослось. Фактически, Intel второй раз выпустила i9-13900K S по цене 13900K и с абсолютно незаметным приростом производительности. За полный прайс покупать такой процессор нет никакого смысла, предшественник стоит дешевле. Может, через пару лет, когда 13900K исчезнет из продажи, а 14900K подешевеет, его можно будет рассмотреть к покупке как самый топ-жир на LGA1700. Спускаемся на ступеньку ниже. i7-14700K. Когда-то эта линейка была топовой, но сейчас она занимает промежуточное положение между более народным игровым i5 и более рабочим флагманом i9. И как многие уже знают, на 1700-ом сокете это единственные интересные процессоры. Во-первых, они минимально отстают от i9 в тяжелых задачах, но при этом ощутимо холоднее благодаря чуть меньшим частотам и количеству ядер. Во-вторых, это единственная линейка, которая получает прирост ядер каждое поколение. И теперь 14700K может похвастаться 8 большими и 12 малыми ядрами с бустом до 5,6 ГГц и формально 125-ваттным теплопакетом. И вот как раз дополнительные 4 малых кокоса делают свое дело. В большинстве тяжелых рабочих задач новинка быстрее предшественника на 10-15% и лишь на 5-8 отстает от прошлого флагмана i9-13900K, ну и соответственно текущего 14900K. При этом потребление хоть и велико, со снятыми лимитами в жестких тестах за 380 Вт, но до жора нового i9 все еще не добирается. Что касается игр, то здесь малые ядра вообще никак не влияют, раз у линейки i7 и i9 их одинаковое количество, на первое место выходит их частота. Неудивительно, что разница между всеми i7 и i9 двух последних поколений от силы 2-3%, что и следовало ожидать от разброса частоты в 200 МГц. В итоге 14700K интересный сбалансированный камень для тех, кто работает и не против поиграть. С одной стороны, есть реальный прирост относительно 13700K в 10-15%, а 12700K вообще на треть позади. С другой, отставание от 13900K и 14900K минимально, и едва ли будет заметно в большинстве задач. И это при том, что i7 стоит на 180 долларов дешевле i9, в России это выльется тысяч в 20 рублей, в цену хорошей материнки на LGA 1700. Ну и Core i5. Прошлый 13600K зарекомендовал себя как лучший игровой процессор под 1700-й сокет. Шесть больших ядер на частоте свыше 5 ГГц легко раскачивают даже RTX 4090. И, видимо, по этой причине никаких физических изменений в 14600K нет. Немного подросшая частота на пару сотен МГц. Поэтому подробно останавливаться на нем нет смысла. Что в играх, что в рабочих задачах, ситуация аналогична i9. Производительность выросла на 2-3%. Что все равно при 200 кадрах будет незаметно. Короче говоря, логичнее было бы назвать эту новинку i5-13650K. Спасибо хотя бы, что не подняли цену. Но в любом случае, 13600K уже продаются со скидками, и нет ни одной причины переплачивать за 14600K. И на этом представленные новинки кончились. Младший i5, вся линейка Celeron, Pentium и i3 появятся уже в 2024 году. Но давайте подумаем, какие изменения напрашиваются сами собой. Конечно же, переход от Elder Lake на Raptor Lake. Ведь младшие решения 13-го поколения относятся к линейке Raptor Lake лишь формально. Архитектурно это процессоры 12-го поколения. И переход младших i5 и i3 на более лучшую архитектуру с повышением частот мог бы подогреть к ним интерес. Тем более, что в этом сегменте AMD вообще нечем крыть. Народных четырех ядерников у компании нет. Но, увы, тестов младших рефрешей хватает, так что ни количество ядер, ни частоты, ни архитектура секретом не являются. Результат тестирования i5-14400 в Geekbench вскрыл всю подноготную. Elder Lake и точка. Так как кэша второго уровня 1,25 МБ, тогда как у Raptor его должно быть 2. Количество ядер тоже не поменялось, 6 больших, 4 малых. Так что, увы, прирост снова будет только за счет буста частоты на пару сотен МГц. И не буду в очередной раз говорить о том, насколько это незаметно на практике. И очевидно, раз младшие i5 не сменили архитектуру, от i3-14100 ожидать чего-то нового тоже не придется. Этот процессор будет апофеозом жадности Intel. Если в i5-13400 относительно 12400 докинули 4 ядра, то вот i3-14100 отличается от 12100 только приростом частоты на 10%. Вот такой рефреш-рефреша. Бежим покупать. Intel птица гордая. Пока не пнешь, не полетит. Спасибо AMD. Спустя много лет ядерного и архитектурного застоя, синий чипмейкер все же порадовал нас действительно новыми Elder Lake. И поймав волну одобрения от обзорщиков и обычных пользователей, компания сбавила обороты. Если 13-е поколение рапторов действительно можно назвать новыми или хотя бы по-настоящему более быстрыми, то вот рефреши 14-м поколением являются лишь формально. Прирост в единицы процентов, отсутствие изменений во всех линейках кроме i7 и попытка выехать за счет увеличения лимита температур до по-настоящему опасных. Синие сейчас стремятся максимально закидать рынок процессорами, чтобы не дать AMD откусить еще большую долю, но как по мне вот эти новые процессоры стоило бы назвать 13950-ки или 13450. В таком случае претензий к синим вообще бы не было, AMD поступает аналогично, выпуская на рынок обычные iX-версии процессоров, которые тоже отличаются лишь бустом частот и расширением теплопакетов. Но в случае с Intel маркетинг стоит во главе угла компании, так что увы 14-е поколение Core это фиаско. Самые худшие рефреш-процессоры за все время существования этой серии. Единственный плюс в их релизе – 12-е и 13-е поколения сейчас немножко подешевеют. Мы уже обновили наш рейтинг процессоров, вы можете найти его в нашем Telegram или ВКонтакте, переходите по ссылочкам в описании, там все наши соцсети. Каждый день мы обсуждаем новые технологии и новое железо. Меня зовут Михаил Крошин, сеанс связи окончил. Пока.